В городской поликлинике номер 5, что на проспекте Созидателей, установят современное медицинское оборудование. Поток пациентов большой, новые аппараты для УЗИ и рентгена просто необходимы. Когда же закупят новое? С этим вопросом жители обратились к главе региона. В Минздраве отметили, что оборудование будет поступать в течение осени. Кроме того, мы провели капитальная работа, ремонт помещения рентгенологического отделения. Мы перенесли его с третьего этажа на первый. То есть, мы уже полностью подавали кем-то помещения. Кроме того, мы провели работу по увеличению максимальной мощности энергопринимающих устройств, чтобы оборудование можно было поставки ввести в эксплуатацию в свое время. Алексей Русских сообщил, что до конца года в учреждении откроют центр амбулаторной онкологической помощи. Жители села Малый Кувай Сурского района попросили губернатора помочь со строительством внутрипоселкового газопровода. На данный момент идет проектирование, после чего определят подрядную организацию для строительства. Село обещали газифицировать до начала отопительного сезона 2024 года. Сразу вы смотрите, какие социальные объекты, и по ним тоже нужен план подключения. У нас очень много сел, которые газифицированы уже не один год, а социальные объекты до сих пор еще на твердом топливе. Поэтому эту работу надо заранее вести. Жители Корсунского района волнует отсутствие освещения на транзитном участке автодороги в селе Вальдивацкое. Общая протяженность участка электроосвещения составит полтора километра. Работы планируются выполнить до конца года. Положительно решился и вопрос капитального ремонта систем горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления дома номер 17 по улице Ефремова в Ульяновске. Мы, как неравнодушные жители нашего дома, очень переживаем за качество и сроки выполнения работ. И хотелось бы, чтобы администрация города более внимательно контролировала. Губернатор рекомендовал из всех запланированных работ в первую очередь заменить систему отопления. О главе города взять этот вопрос на личный контроль.